здесь царит наркомафия конечно настоящая власть да это все-таки наркомафия пограничный город вот здесь пересекает границу огромное количество и наркотиков и нелегалов стрельба и тому подобное опасно то есть надо знать куда идти куда не идти вот но место конечно не безопасно ну тоже видны хибарки такие такие уже все тоже бедный район мы едем детский дом который мы посещаем приблизительно раз в месяц вот заведует им замечательная женатая пара они начали буквально не перехали из сша и вот буквально сами с нуля собрали куб купили землю домик земли действительно земляным полом очень бедном районе просто с улицы стали брать детей потихонечку это разрослось вот совершенно замечательные люди дети с очень тяжелыми судьбами душераздирающими такими судьбами вот мы их очень любим мы приехали здесь ждут нас уже здесь живет только 35 сидит 32 детей сейчас вот почти все они с улицы почти все они ели в проголодь раз в день может быть раз два три дня почти каждый ребенок был убили насиловали сексуальные домогательства были со стороны либо родственников либо людей на улице либо даже родители вот очень травмированные дети и они приходят сюда буквально дикими вот у них нет ничего нет одежды нет ничего и со временем они становятся как бы одной одной семьей вот если вы посмотрите здесь абсолютный порядок одежда вся вот это они сами сайт вот содержат все в этом порядке это уличные дети совершенно удивительно да вот все в идеальной чистоте у каждого есть свои обязанности это семья вот вот поэтому собственно я люблю вот именно вот этот это даже на самом деле нет ни детдом это просто большая семья и у них двое родителей все что у них есть в плане еды одежды школьных принадлежностей строй материалов чтобы расширять это 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 здание это все дается не дается не не организациями не правительством это просто дается людьми как как вот те люди которые сама со мной приехали сегодня вот так что давайте посмотрим еще какие-то комнаты они есть у нас есть у меня случилось у меня есть у меня есть у меня есть вот Мы специалисты, потому что мы оставим много денег и приходим и проводим время с ними. Я знаю, что они многое делать. Для детей, которые очень любят их и иногда приходят с ними. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Здесь быть хорошо, потому что здесь ты пробуждаешься к тому, как живет человечество, чем они дышат, чем они страдают. И становишься как бы... Мне кажется, здесь можно какой-то контакт иметь с реальностью. Здесь есть богатые люди, есть очень бедные люди, бедных большинство, их очень много. Тихуана интересный городок. Здесь как бы смешиваются воды, к смешению вод. Поток идет из Мексики, из Центральной Америки, на самом деле, эмиграция, да, Гватемала, другие страны, Гадурас. И они проходят через Тихуану, через другие, естественно, пограничные городки. Проходят наркотики. Вот если представить себе Центральную и Южную Америку, где наркотики производятся в разных точках, они потом переправляются. И вот этот поток огромный, который идет, он сужается. То есть вот этот поток наркотиков, естественно, людей совершенно отчаянных, да, вооруженных, которые хотят друг у друга отнять долю в рынке. Потом сражение идет между ними, сражение идет между военными мексиканскими, вот, и ими, и друг другом, и тому подобное. То есть просто очень много, очень, много очень насилия. Вы лично сталкивались с этим, вот, скажем, приходили какие-то люди, угрожали вам, или... Слава Богу, что нет, пока нам не угрожали, пока у нас ничего не вымогали, так повезло. Мы особо не светимся тоже, то есть мы общаемся, дружим, любим детей, там, привозим еду, всякие товары, вот, деньги, играем с ними. Вот, поэтому нет, слава Богу, что пока у нас не было никаких столкновений, с наркомафией, ничего такого не было. Но потенциал всегда есть, поэтому это, конечно, это факт, да. То есть игнорировать это глупо просто, нельзя расслабляться. То есть игнорировать это. И вот он, он угрожал? Нет. И вот он угрожал? Да, он угрожал ему в отрасли. То есть в одном году? В кем не? И вот он угрожал сначала? Можем поэтом. И потом он угрожал его, нет? И ты остался самостоятельным? Учениться к и потом они угрожали, потом они угрожали мне в другую сторону и потом они угрожали сюда. О, да. Я думаю, что роль человека на земле – это делиться друг с другом. Поэтому мы здесь с удовольствием отдаем, с наслаждением то, что у нас есть. Делимся с мальчиками и девочками, у которых ужасная судьба. И они здесь обретают дом, обретают второй шанс в жизни. Как бы восстанавливаются от травм определенных. Их ждет, вот этих ребят ждет действительно хорошее будущее. Они получают хорошее образование, они хорошо питаются. Иногда дети соседские приходят к калитке и говорят, мама и папа ушли на весь день, оставили нас без еды, дайте нам поесть. То есть буквально вот в этом районе есть дети, которые голодают. Вот наши дети, хотя они и сироты, хотя у них нет родителей, они не голодают. Наши дети хорошо одеты, наши дети хорошо накормлены. У них есть медицинская помощь, им оказывается, при необходимости. У наших детей есть все, что им нужно. И это приятно, когда можно так сказать, да? Поэтому каждый раз, когда я приезжаю сюда, я возвращаюсь с чувством действительно выполненного долга, радость такая, наслаждаюсь. Проблемы, которые есть как бы у меня, они, ну ничто, ну это что это такое, это не проблема на самом деле. Вот это проблема, вот эти ребята, вот у них были проблемы, и слава, мы надеемся, что у них этих проблем больше не будет, и мы будем делать все, чтобы так и было. Вот, а у меня это не проблема, это так, расстройства какие-то, может быть, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok